Здравствуйте, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. По итогам 2022 года Самарская область подтверждает высокую инвестиционную привлекательность и входит в десятку крупнейших промышленных регионов страны. Рост инвестиций в Самарской области отметил президент страны Владимир Путин во время встречи с губернатором Дмитрием Азаровым в октябре прошлого года. Самарская область проводит комплексную политику, связанную с улучшением инвестиционно-предпринимательского климата. Именно такая траектория роста заложена в стратегии долгосрочного развития региона. За последние годы Самарская область серьезно укрепила свои позиции в качестве инвестиционно-активного субъекта страны. Именно здесь запускаются крупные инфраструктурные проекты федерального масштаба, активно развиваются инвестиционные площадки. Их успех – это вклад в развитие экономики губернии, качество жизни наших жителей, престиж и благополучие региона в целом. Поговорим сегодня об инвестиционном климате. И мои эксперты по этой теме – Эдуард Иванович Харченко, полномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, и Дмитрий Владимирович Хилов, председатель Самарского регионального отделения общественной общероссийской организации «Деловая Россия». Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Ну что же, тема интересная, давайте побеседуем на нее. Ну, конечно, общеизвестно, что инвестиции играют существенную роль и в развитии экономики, и в производстве, и в сфере занятости. А вот, Дмитрий Владимирович, у меня, наверное, будет к вам первый вопрос. Расскажите, а что включает в себя вообще понятие «инвестиционный климат»? Ну, как вы уже сказали, инвестиции действительно играют существенную роль в развитии экономики, оказывают воздействие на динамику объемов общественного производства, структурные сдвиги в экономике и увеличение рабочих мест. А на инвестиционный климат в целом влияет как развитие региона, так и развитие общественных пространств, так и развитие сферы образования и здравоохранения. Ведь инвестиции – это не только приток денег, но и, в первую очередь, это приток человеческого капитала. – Да, и не могу с вами не согласиться. А вы знаете, я все время люблю задавать вопрос, а вот приведите конкретный пример, в чем выражается вот как раз понятие этого инвестиционного климата, ну, вот в нашей повседневной жизни, чтобы было понятно. – Ну, допустим, вот после чемпионата мира у нас город преобразился, стал шикарным, привлекательным. Ну, и, конечно, наша знаменитая набережная, которая, наверное, как никакой другой инфраструктурный объект привлекает наших инвесторов. Но мы видим, как на территории города Самары, допустим, открыт IT-парк Монтерозо, где большое количество IT-специалистов, высококлассных. И они в таких приватных беседах говорят, что мы, когда вот определялись, у нас было несколько городов, куда нас приглашали, в том числе и там филиалы крупных компаний, ну, мы выбрали Самару. Во-первых, климат, ну, во-вторых, говорит, ваши набережные, мы, говорит, все равно выбираем баланс. Мы работать можем где угодно, но мы выбираем баланс в том городе, где и отдыхать, и развиваться, и работать комфортно. – Эдуард Иванович, согласны? – Да, я, наверное, в продолжении, добрый день, телезрители, в продолжении скажу, что, да, инвестиционная составляющая – это как раз-таки тот комфорт для ведения предпринимательской деятельности в регионе. И совершенно правильно Дмитрий Владимирович сказал, что это такой большой комплекс мероприятий, это, конечно, и комфортная среда, и времяпрепровождение, и комфортное место работы, ну, и, соответственно, это еще и коммуникация между бизнесом и властью, это правильно быть, правильно задать вопрос и правильно быть услышанным. Вот в части услышанным – это как раз-таки построение того диалога и решение тех сложных вопросов, а будучи уполномоченным по защите прав предпринимателей, как раз-таки вот я сталкиваюсь с массой вопросов от бизнеса, и формирование привлекательной инвестиционной составляющей в регионе снижает те вопросы, то количество вопросов, которые поступают от бизнеса. Ну вот, кстати, по итогам 2022 года я сейчас попрошу вас рассказать, какой общий объем инвестиций в основном капитале, и какие цифры можете вы озвучить по городу Самаре для начала, ну и по области. Да, действительно, произошел рост, и 32% всех инвестиций городского округа Самара, они составляли 93 миллиарда рублей в 2022 году. 32% – это как раз-таки городской округ Самара, это общее число инвестиций, цифры инвестиций, которые были инвестированы в основной капитал. Если говорить о росте относительно 2021 года, то рост составил чуть более 9%, там порядка 9,7%, и если в денежном эквиваленте, это 8,3 миллиарда рублей. Так, по Самаре вы сейчас озвучили. Это да, это по Самаре, да. Вот какие все-таки крупные и средние промышленные предприятия города обеспечивают как раз и реализацию этих инвестиционных проектов? Давайте поговорим об этом. Ну, конечно, основные киты, на которых держится экономика, которые действительно дают нам возможность правильно формировать инвестиционную привлекательность, они у нас на слуху, да, это ОДК Кузнецов, всем нам известное предприятие, это компания «Салют», это компания «Самарский электрический завод», это «Совский карьер управления», «Авиакор» наш завод, и многие-многие другие, которые действительно, ну, такие крупные, это же, это и крупный работодатель, да, это крупный налогоплательщик. Вот все в целом, да, и говорит о том, что это те компании, которые формируют, конечно же, там, и инвестиционный капитал, и, главное, вот те цифры, о которых я назвал, это как раз-таки вот большая заслуга этих компаний. Дмитрий Владимирович, а вот объемы инвестиций, скажите, пожалуйста, от чего они зависят? Ну, от объема инвестиций зависит, в принципе, развитие города. Помимо того, что это налоги, это всегда, во-первых, рост рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, и все это, в конечном итоге, это рост благосостояния каждого жителя нашего города. Вот в прошлом году в экономике города отмечено улучшение на рынке труда, вот по данным городского центра занятости населения численность официально зарегистрированных, заработанных снизилась еще на 819 человек. Ну, я могу сказать сам, как предприниматель, что в нашем городе и так уже непросто найти себе персонал, любую квалификацию, безработицу. Я думал, что вообще нулевая, но вот центр занятости говорит, что на 819 снизилась, это на 20%, и на 2023 год это всего 3141 человек. Я думаю, они недолго задерживаются в этом статусе, если честно, это, мне кажется, такая вот плавающая величина. На крупных и средних предприятиях города в 2022 году было занято 327 тысяч человек. То есть это колоссальное количество. Но помимо крупного бизнеса у нас в регионе развивается и малый, и средний. Малый, и средний, да. И, кстати, логичный вопрос дальше. Как в этом плане себя чувствуют как раз малый и средний бизнес в Самаре? Ну, мое мнение, что для малого и среднего бизнеса в Самарской области и в городе Самаре созданы максимально благоприятные условия в различных отраслях, но и цифра этому подтверждения. Вот продолжает развиваться оно, и в данной сфере сейчас занято 62 тысячи субъектов СМСП среднего и малого предпринимательства. Это довольно много. И они, наверное, делятся на таких три больших, три блока. 3 тысячи малых и средних предприятий и 29 тысяч микропредприятий. А микропредприятия – это наша точка роста. Мы понимаем, что люди начинают заниматься, это и стартапы, и традиционные виды бизнеса. А также свыше 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. То есть здесь эти цифры говорят о том, что в городе малому бизнесу комфортно существовать. Да, есть вопросы, но они постоянно решаются. Ну и о мерах поддержки мы обязательно поговорим попозже. Эдуард Иванович, а что можно сказать о самозанятых? И вот увеличивается или все-таки уменьшается количество таких предпринимателей? Безусловно, да. Да, мы показываем, наш регион показывает такую колоссальную динамику по росту. Если говорить в целом про Самарскую область, то по итогам первого квартала 2023 года мы уже отметили цифру больше 130 тысяч субъектов от самозанятых. Официально зарегистрированных? Официально зарегистрированных, конечно, да. Если говорить о городе Самара, их 63 тысячи. Рост колоссальный. На конец года 2022, если не ошибусь, порядка 110 тысяч субъектов самозанятых у нас было в Самарской области. Это достаточно востребованный вид ведения бизнеса. Он очень прост, он прост, скажем так, в администрировании, он очень прост вообще на стартапе, так сказать, да. И если говорить о мерах поддержки, то как раз-таки вот один из таких крупных наших центров, да, центр «Мой бизнес», который есть в том числе и в нашей столице, да, таких центров у нас открыто в Самарской области уже 10, вот, как раз-таки все специалисты, которые требуются для начала своего бизнеса, для сопровождения своего бизнеса, для администрирования, для финансовой поддержки, все эти инструменты, инфраструктуры, они сосредоточены, мы его так называем, дом предпринимательства. Я всегда об этом говорю. И вот как раз-таки те специалисты, которые работают в этом центре, они очень качественно дают возможность начинающему предпринимателю задать правильный вопрос, получить ответ, а главное начать свое дело. И поддержать вовремя, оказать в том числе информационную, юридическую поддержку. Я полностью с вами согласна. И вот, кстати, сказать, что самозанятые, когда они регистрируются официально, какие преференции дополнительные они получают от государства, верно? Ну, основное, это, конечно, знаете, сам себе предприниматель, сам себе бухгалтер. Вот, понятно, что есть определенные виды деятельности, которыми можно заниматься самозанятым, да, и они для всех понятны. Очень удобные там приложения, которые на сегодняшний день уже реализованы, и они работают. Очень удобная система налогообложения. Там есть две формы налогообложения, там 4%, 6%, в зависимости от того, с какой формой организации работает самозанятый. Вот, и, главное, это очень просто, это очень просто, быстро. И на сегодняшний день очень важно время, очень важно быть в потоке информационном, и, соответственно, понимать, что здесь сейчас происходит. Есть информация, значит, ты ее, ты и обладаешь, ты ее используешь на благо ведения своего бизнеса. Спасибо большое. Дмитрий Владимирович, расскажите, пожалуйста, вот в Самаре ведется работа по привлечению инвестиций в объекты муниципальной инфраструктуры, и я прошу рассказать вас о целях, ну, и задачах, конечно, этой работы. Безусловно, работа с коммунальной инфраструктурой и вообще с инфраструктурной – это основа развития территории. Это очень такая сложная, долгая, невидная, там, обывательским, наверное, взглядом работа, но на ней строится основа. Это как объекты жилищной инфраструктуры, как объекты образования, так и объекты спорта и физической культуры. И администрация города в рамках конституционных соглашений в различных сферах экономики, например, с 2019 года, действует конституционное соглашение с Самарским и коммунальными системами, и целью которого является создание и реконструкция объектов центральных систем водоснабжения и водоотведения. 28 лет срок конституционного соглашения, то есть это город планирует в долгую. То есть это уже, наверное, больше к стратегическим таким вопросам, о том, что город о стратегии думает, и не просто думает, но делает. Это 2019 год, то есть уже сейчас мы пожинаем эти плоды. Вот в концессию передано больше 30 тысяч муниципальных объектов и 84 земельных участка. Это колоссальная работа бизнеса и органов муниципальной власти. Общий объем частных инвестиций в данном проекте, я так понимаю, что их размер составляет 20 миллиардов рублей. И из них на сегодня уже 6 миллиардов фактически инвестировано. То есть 20 миллиардов рублей частных денег в городскую инфраструктуру. Мне кажется, это очень хороший результат. Особо стоит отметить, что конституционные мероприятия по водоснабжению и отведению участвуют в рамках реализации национальных проектов. То есть бизнес не только извлечения прибыли, но и социальная ориентированность и ориентированность на руководство и на наш федеральный центр. Это федеральный проект «Экология», что для нас очень отрадно. Государственные программы «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». Программные мероприятия по строительству сооружений и очистке стопочных вод и улучшение качества питьевой воды выполняются на базе новых технологий, ранее не применяющихся на производстве. Ну, любые инновации в сфере нашего здоровья фактически. То есть воду мы эту пьем каждый день и видим сами ее качества. Да, ну и таких положительных примеров достаточно. Эдуард Иванович, какой размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий вы можете озвучить по итогам 2022 года? Вопрос очень важный, и я вам его задаю. Да, вопрос действительно важный. И все мы понимаем, что заработная плата – это та неотъемлемая часть наших граждан и предпринимателей, которые нанимают в свой бизнес наемных сотрудников. Если говорить о цифрах, цифра составляет практически 60 тысяч рублей. 59,6. Рост по отношению к 2021 году составил 11%. Это официальная цифра. Это официальная цифра. А что они означают? Они означают… Мы, конечно, понимаем, что это средняя цифра. Есть предприятия, коммерческие предприятия с более высокими доходами, с более высокой маржинальностью. Есть компании, которые, конечно же, ведут в том числе и социально направленную деятельность. Естественно, уход за престарелыми. Есть у нас несколько компаний в Самаре. И, конечно же, уровень зарплат не может быть в уровне зарплат крупных коммерческих организаций, энергетических, химических. Но если говорить о средней, то это количество, наверное, сумма всех денег, если в арифметику уходить, поделенная на количество сотрудников и, естественно, компаний. Поэтому это средняя цифра по городу Самара. – Ну и я еще к чему вас спросила об этом. Все-таки, наверное, многие предприятия государственные, ну и частные, разумеется, все-таки переходят, да, на так называемую белую зарплату и выплачивают деньги серьезные официально. – Ну, конечно. И, вы знаете, мы всегда об этом говорим. Я всегда в том числе и это подчеркиваю, что на сегодняшний день вот та прозрачность, которая обеспечивается, и большое спасибо руководителям компаний, которые принимают решение все-таки работать правильно, честно, открыто. – Открыто, честно, прозрачно, да. – Платив налоги, есть хорошая поговорка, да, заплатив налоги, если беспокойно. Так вот, это действительно так. Когда компания показывает свою правильно чистую ручку, да, когда компания платит белые зарплаты, соответственно, компания имеет возможность и на различные преференции и меры поддержки, которые были реализованы и в 20-м, и в 21-м, и в 22-м году. И, конечно, когда меры поддержки, в том числе там с Министерством экономического развития, с нашими коллегами, с общественными объединениями, мы в 20-м году очень много и тесно работали над выработкой вот этих мер поддержки в пандемийное время, да. И, конечно, если предприятие работает, честно и правильно платит заработную плату в белую, у нее, естественно, есть возможность показать оборот, показать численность сотрудников, показать, сколько выплачиваются зарплаты в белую, да, и получить ту поддержку, там у нас была поддержка в размере одного МРОТа, по-моему, в 20-м году, да, у нас была такая мера поддержки. И очень большое количество предпринимателей, предприятий воспользовались этой мерой, конечно. В рамках национального проекта развития образования, Дмитрий Владимирович, реализуется один из перспективных проектов по строительству общеобразовательных учреждений. Расскажите, пожалуйста, какие объекты планируется построить, ну и, конечно, здесь же уместный вопрос о сроках. В рамках национального проекта развития образования с участием ВПРФ реализуется один из перспективных проектов по строительству общеобразовательных учреждений. В Самаре до конца 2024 года на условиях концессии планируется построить три новых объекта, общей мощностью 220 наших школьников и ориентировочной стоимостью строительства чуть более трех миллиардов рублей привлеченных, подчеркнув это в рамках концессионного соглашения. Вот 17 июня 2022 года между правительством Самарской области и компанией про школы инвесторам были заключены концессионные соглашения. Это по двум школам в Волгаре на 1100 мест и Крутые Ключи на 550 мест. Ну вот, кстати, помимо концессии в Самаре применяются и иные формы муниципально-частного партнерства. Эдуард Иванович, расскажите об их роли для развития как раз инвестиционного климата Самары, о чем сегодня мы говорим. Ну да, совершенно правильно. Есть и другие, помимо концессии, подписанные соглашения. Это соглашения с частным партнерством. Вот соглашение об исполнении схемы теплоснабжения, подписанное с Самарским по ОТ+. Вот инвестиции, данное соглашение подписано на 15 лет. Вот общая сумма инвестиций 29 миллиардов рублей. Из них 7,9 миллиардов уже реализованы, они уже направлены на реализацию данного соглашения. Есть и другие инвестиционные меморандумы, которые подписаны. Конечно, они также нацелены на развитие тех инфраструктур, которые находятся в городском округе Самара. В настоящее время действуют еще и меры поддержки инвесторов. Дмитрий Владимирович, расскажите, пожалуйста, какие? В городе Самара есть льготы по аренде земли. Вот для региональных проектов стоимостью свыше 650 миллионов рублей. И для проектов в городском округе Самара стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Льготы по налогу на прибыль всего 13,5% при общей ставке 17. Также региональный бюджет для проектов стоимостью от 100 до 500 миллионов рублей на 4 года и свыше 500 миллионов рублей на 5 лет. Налог на имущество у нас ноль. То есть ноль налог на имущество на довольно такой длительный срок. И по земельному налогу нулевая ставка, и по имущественному налогу, ну это, конечно, шикарные условия для реализации инвестиционных проектов. Ну вот, кстати, говоря об инвесторах, ведь наверняка они тоже нуждаются в поддержке. Эдуард Иванович, кто оказывает поддержку всестороннюю и, конечно, где можно получить информацию об этих мерах? Да, давайте я коротко расскажу. Действительно, для того, чтобы первое сформировалось понимание у инвестора, что нужно инвестировать в регион Самарский, конечно же, у него должна быть четко, понятно, перед собой распланирована схема. Как он будет действовать, как он будет инвестировать и, главное, какую он получит помощь от региона. Конечно. Естественно, агентство по привлечению инвестиций, существующее у нас в Самарской области, реализовано Министерством экономического развития Самарской области. Это как раз-таки тот инструмент, который даст возможность нашим инвесторам, обратившись туда, получить первое, полностью консультацию. Почему я об этом говорю? Я периодически провожу сопровождение, ко мне обращаются предприниматели, но в силу того, что они не все знают, куда зайти, у кого спросить, как задать вопрос. Естественно, предприниматели приходят, обращаются ко мне как с проблемой. Я не могу, хочу, не могу. И дальше, естественно, общаясь, я общаюсь практически со всеми структурами, я понимаю, что агентство по привлечению инвестиций, это как раз-таки та площадка, на которой первое, выслушают, второе, полностью дадут консультации и третье, сопроводят. Сопроводят по всем уровням, начиная от создания бизнес-моделей и заканчивая прохождением инвестсовета, в который я в том числе вхожу, и, Дмитрий Владимирович, вы входите, при губернаторе. Есть у нас инвестсовет, который реализован на территории Самарской области, его возглавляет губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. И уже в рамках этого совета мы обсуждаем те или иные инвестпроекты, которые заходят на территорию Самарской области. И, естественно, каждый проект, он сопровождается куратором, то есть назначается куратор, и куратор уже, ну, так скажем, за ручку ведет инвестора в прохождении. Реализация проектов только за 22-й год, крупных и масштабных проектов. Все мы знаем о реализованном проекте компании «Озон», все мы знаем о реализованном проекте «Яндекса», все мы знаем о реализованном проекте «Почта России», все мы знаем, что у нас началось строительство крупного логистического центра «Валберис». Эти все инвестиционные проекты как раз-таки работа Министерства экономического развития, в том числе и агентства. Ну, конечно, здесь и понятно, потому что заинтересованы все стороны в инвестициях, и поэтому, конечно, наверное, очень маленький процент непрохождения проекта дальше. Вы знаете, в прошлом году к нам на инвестсовет заходил уникальный проект «Ветровая энергетика», насколько я помню. Она была инициирована датской компанией, вот, уникальный проект, замечательный проект, он был одобрен инвестсоветом, ну, в силу введенных санкций, да, и недружеских нам стран, все мы об этом знаем. Этот проект, он на сегодняшний день, ну, даже не скажу заморожен, он просто приостановлен. Проект для Самарской области был уникальный. И таких проектов, наверное, практически больше нет. Все проекты, которые заходят, проект «Волжские термы», все его знают, да, все уже жители Самарской области, наверное, ощутили тот колорит и ту пользу от этого, скажем так, загородного комплекса. Это тоже инвестпроект, и буквально в этом году уже собственники бизнеса пришли с новым инвестпроектом, расширением в целом территории, и дальше там будут открыты площадки и много-много-много чего. Это уже буквально мы обсуждали, там, либо, не помню, либо в начале года, либо в конце 22-го года на инвестсовете. Ну что же, вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш разговор. Я благодарю вас за интересную беседу, за участие в нашей программе. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город С», ну, а нашему региону остается пожелать еще большей инвестиционной привлекательности. Всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!